Как вы сами определяете стиль своей музыки? Как бы вы это назвали? Музыкальный стиль Койл, Эко? Определите его как-нибудь. Это на самом деле сделать очень сложно. Нашей группе 20 лет, и за это время мы столько стилей сменили и перепробовали. Ну, вы сейчас иногда меняете свое звучание. Мы его постоянно меняем. Не понимаю, как группы могут постоянно придерживаться какого-то определенного стиля? Наверное, это ужасно скучно. Честно говоря, не понимаю. То есть, это можно сформулировать так. В течение 20 лет мы прошли через... Эти 20 лет стали свидетелями безумия и ужасного поведения. Ужасное поведение, безумные поступки, исследования мрачных тем, но в любом случае при этом мы преследовали достижение неких духовных целей. В течение некоторого времени у нас был период клубных жизней. В творчестве это был период ритмичного танцевального звучания. Мы тогда жили в Лондоне, тусовались по полной программе. Года три-четыре назад мы переехали на побережье. Там все гораздо спокойнее. И это отразилось на нашей музыке. Это в настоящий момент времени. Но танцевальный период-то может снова вернуться, вы хотите сказать? Скорее, это будет период более ритмичной музыки. Насколько она будет танцевальной, не знаю. Но она будет тяжелой, ритмичной. Да, гораздо более тяжелой. Что интересно, во время живых выступлений звучание получается более тяжелое. Ты имеешь в виду еще более тяжелое, чем обычно? Я бы сказал, экстремальное. Экстремальное звучание во время экстремальных выступлений. Наши последние записи были более мягкими и спокойными. Они были навеяны обстановкой. Ночь, луна, океан, темный лес. Улицы не освещены. Волны набегают и отступают. В общем, темно, работаете ночью. А что касается темных сторон вашей жизни? Не боитесь играть с этим? Вызывать духов каких-то, общаться с силами ада? Думаю, на Западе, особенно среди христиан, существует ошибочное представление о том, что такое темные силы. Они ассоциируют их с дьяволом, а свет с Христом и христианством в целом. Мы рассматриваем все это в точности, да наоборот. Ну и какое же, с вашей точки зрения, самое депрессивное темное видео, которое бы вы хотели сейчас посмотреть? Любую работу Мирайи Керри. Я серьезно? Для нас это олицетворение темных сил, самой сущности зла. То есть вы олицетворяете свет, можно сказать, о Мирайи Керри темные силы. Так, что ли? Угу. В общем, вы Мирайи Керри наоборот. Ну да. В любом случае, если увижу ее на улице, то перейду на другую сторону, или скажу, что у меня проказы. Так даже. Вот это да. На самом деле, наша любимая певица Диаманда Галас. Она наша очень хорошая знакомая, хотя ее музыка отличается от того, что мы делаем. Насколько мне известно, у вас был совместный проект? Да, мы работали вместе, как над песнями, так и над видео. Мы участвовали в съемках ее Дабл Беррел Плеер. Тогда давайте будем смотреть видео Диаманды Галаса, после этого обменяемся своими впечатлениями. Кстати, представьте ее работу. Это видео Диаманды Галаса, одно из наших самых любимых. Ну, что-нибудь такое красивое, скажите. А какое у нас самое любимое видео? Дабл Пауэр Преер, да. Вот оно сейчас. Смотрим. Диаманды Галаса, одно из наших любимых. Диаманды Галаса, одно из наших любимых. Диаманда Голос Очень какие-нибудь странные реакции случались? Да, можно сказать всегда. Ну-ка, расскажите-ка поподробнее. Многие уходили с наших концертов смущенные, сбитые с толку. Они говорили, что возненавидели то, что услышали. Но через некоторое время звонили нам, писали письма, говорили, что полностью изменили свою точку зрения. Писали что-то вроде, совершенно внезапно я понял то, что вы хотели сказать. Спасибо. Но вы все-таки очень редко даете концерты. Да, действительно? Да. Почему? Потенциально это очень опасно для публики. Мы стараемся быть очень осторожными. Как Диаманда Голос, да? У нее тоже оружие, что и у нас. Несколько месяцев назад мы играли концерт в Амстердаме. Одна молодая пара решила во время этого концерта пожениться. Да, можно себе это представить. Насколько я понял, они заранее все спланировали. Они пришли на концерт вместе со священником. И кольца с собой захватили. Как только начался концерт, их поглотила музыка. Спустя 10 минут невеста не выдержала напряжения и упала в обморок. Все это из-за громкого звучания и света. Жених и священник вынесли ее на свежий воздух. Она пришла в себя и сразу же сказала, со мной все в порядке, я хочу обратно, хочу досмотреть концерт. Она вернулась и как раз перед тем, как мы закончили играть, снова упала в обморок. Ее пришлось опять выносить на свежий воздух. В общем, этот день им надолго запомнится. Да, наверное, не решится она больше выходить замуж. А что она вам сказала после концерта? Она нас поблагодарила, сказала, что это самый незабываемый день в ее жизни. Да, такой опыт даже интереснее, чем... Да, чем просто выйти замуж, думаю, да. Она сказала, что обязательно придет на наш следующий амстердамский концерт. Наверное, в этот концерт она решит развестись со своим мужем. У нас в гостях группа Койл, это программа «Любимые клипы», и мы вернемся совсем скоро, никуда не уходите. Отлично. Насколько мне известно, вы работаете не только с «Диаманой Голос», но и с другими исполнителями. Как, например, вот с Маркл, а с Алмандом вы работали, да? Хотя, по-моему, ваши музыкальные стили очень отличаются друг от друга. Как завязывалось такое сотрудничество? Как это все начиналось? Как у вас отношения складывались? Как же вы нашли друг друга, интересно? Когда в 1982 году я переехал в Лондон, Марк только выпустил свою «Тейнтед Лавв». Он записывался на том же лейбле, что и я. Именно там мы и познакомились. Мы вместе ходили в клубы, тусовались. Все это выглядело, наверное, немного странно. Он уже был известным исполнителем, а я нет. Но мы вместе садились в лимузин и отправлялись по клубам. Больше всего нам нравился Кэмден Палас. Именно тогда я познакомился со Стивом Стрэнджем, Боем Джорджем и его другом. Ребятами из Дуран-Дуран, Дипеш Моуд. Тогда было очень странное время. Хорошее время было? Да, хорошее. Мы побывали на первом английском концерте Мадонны. Это постарался Марк и его знакомые. Они внесли нас в гостевой список. Вот именно с той поры мы поддерживаем отношения с Марком. У нас общие интересы. Да, у нас очень много общих интересов. Это книги, фильмы. Он отличный друг, с ним очень здорово тусоваться. Итак, видео Коилл Тентид Лав. Чья была идея пригласить Марка? Или же это была инициатива самого Марка? По-моему, это была наша идея, да? Да, на самом деле было несколько причин, по которым мы вообще взялись за эту песню. Во-первых, потому что СПИД начал свое шествие по планете. От этой страшной болезни очень много наших друзей погибло. В самом начале этой эпидемии мы поняли, что появилось нечто ужасное. И чем больше людей узнает об этой опасности, тем лучше. Мы чувствовали себя обязанными рассказать о СПИДе, дать понять, что безопасный секс – единственная возможность не заразиться. Наш сингл Тентид Лав стал благотворительной записью. Ее можно назвать образованием людей, хотя многими эта вещь воспринималась очень болезненно. Но наша цель была благородна. К тому же, все полученные средства были перечислены на счет благотворительной организации по борьбе со СПИДом. Но если вашей целью было привлечь внимание к проблеме СПИДа, то почему же это видео было запрещено? Ну, как вы считаете? Наверное, потому что видео до того времени было слишком откровенным. Многие в Америке не хотели осознавать, что сидят на вулкане. Они отрицали сам факт существования проблемы. Они хотели продолжать веселиться и отрываться, заниматься сексом, где им только вздумается. Мы же заявили о том, что это очень опасно. К тому же, здесь была замешана политика. Для Америки такое видео было очень уж неудобным. Там как раз набирало силу движения. Секс-меньшинств. Понятие неразборчивой сексуальной связи было возведено в ранг политики. Мы будем делать то, что хотим. Эти слова звучали повсюду. Никто не хотел брать на себя ответственность. Так, теперь могу сказать с уверенностью, что у вас по этому вопросу та же позиция, что и у Диаманды Галас. Она высказывалась по поводу этой проблемы в Москве. Это группа Койл с ее версией композиции Tainted Love, которая очень сильно отличается от Soft Cell Марка Альмандер. На самом деле, все происходило так. Марку ужасно надоело исполнять Tainted Love. Мы решили ему немного помочь, сделали ему такой подарок. Он сказал, что это был лучший сингл того года. Окей. Смотрим этот сумасшедший абсолютно клип, который был запрещен, но на нашем MTV мы с удовольствием вам его показываем. Группа Койл. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, только что мы посмотрели видео Tainted Love Я бы еще кое-что хотел сказать об этой работе Она помещена в постоянную коллекцию Музея современных искусств в Нью-Йорке Tainted Love — одно из первых видео, выбранных для коллекции истории музыкальных видео Насколько я знаю, две недели назад в Москву приезжали резиденты Они играли в очень маленьком клубе Туда набилось столько народу, что все было абсолютно забито Яблоку было негде упасть Во всяком случае, танцевать там было абсолютно невозможно Насколько я знаю, вы неравнодушны к творчеству этой группы? Мне очень нравится резидент Они начали играть примерно в то же время, что и моя первая группа Именно благодаря нам появилось такое направление музыки, как индустриал Это было в далеком 77-м году Именно он впервые придумал термин «индустриал» Ну да, именно это определение, где я надеялся услышать от вас в начале нашего разговора вообще-то Сложно сказать, что это такое Думаю, все представляют себе, как звучит индустриал Но сейчас это звучание немного изменилось Да, оно бесспорно изменилось Что касается Residence, как я уже говорил, мы начали играть примерно в одно и то же время У нас была схожая эстетика, за исключением лишь того, что они использовали другие музыкальные инструменты И здорово то, что сейчас они, скажем так, переписывают свою историю Они выпускают видео, якобы снятые в 78-м, а на самом деле на прошлой неделе Им удается создавать музыку на основе своего прошлого и в некоторой степени будущего Мне очень нравится то, что эта группа таинственная и непостижимая Здорово, что им удается сохранить этот имидж И никто их, кстати, не видел? Нет, я видел, как-то ужинал с ними Хотя, может, они прислали кого-то вместо себя Итак, думаю, как раз время посмотреть какое-нибудь видео группы Residence Вы какое выбираете? Это очень спорная вещь Представьте это видео телезрителям Это очень спорное видео, которое я безмерно люблю Итак, Residence Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать снова к нам сюда Это программа «Любимые клипы» Меня зовут Беата У меня в гостях группа COIL Джон и Питер объясняют, что такое хорошо и что такое плохо На самом деле все очень сложно и интересно Так что приступайте вместе с нами Продолжаем Так, теперь, если не возражаете, давайте поговорим о вашей музыке Некоторые исполнители намеренно шокируют своими выступлениями Можете ли вы то же самое сказать о себе? Не думаю Хотя многие именно так и считают Потому что нашу музыку можно порой назвать устрашающей Но я никогда не испытывал особого желания шокировать людей Зачем? Они в любом случае будут шокированы нашими песнями и выступлениями Так что нет необходимости делать это специально Кстати, если говорить о шокирующей музыке Я очень уважаю то, что делает Мэрилин Мэнсон Но это отличается от того, что мы делаем Таков шоу-бизнес Ну, если все получается естественно, как вы любите Думаю, у него как раз все получается естественно Он шоумен от природы Думаю, это традиция шоуменов, у которой большая история в Америке Я рассматриваю это как продажу подделок копий чего-либо Можно сказать, это не настоящий Маккой Не настоящее искусство Какую роль играют в ваших выступлениях, скажем Назовем их не музыкальные аспекты Например, грим То же, что благовоние в католических церковных церемониях Исключительно для того, чтобы произвести еще большее впечатление Усугубить его, помочь людям перейти на новый, более высокий уровень восприятия Но сейчас-то ваша музыка стала более спокойной, расслабляющей Ты не слышала наших живых выступлений Да, все говорят, что ваш последний альбом по-спокойнее Но это правда, наш последний альбом Более мелодичный, лиричный, спокойный, более акустический В нем мы затронули тему природы А это луна, море, приливы Но когда мы исполняем эту же музыку на концертах Все получается гораздо тяжелее Мы пробуждаем животные инстинкты Потому что все мы, в конечном счете, животные И когда мы на сцене, мы даем волю животным внутри нас Никуда не расходись, потому что через пару минут мы вернемся в эту студию С программой «Любимые клипы» на MTV У нас в гостях группа Койл Уверена, что у вас были проблемы с разными родительскими комитетами Которые защищали своих детишек Да, 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 знаешь, все это очень похоже на такую ситуацию Я могу сказать, что езжу на машине определенной марки И в журналах напишут, что Джон Бэлленс ездит на такой-то машине Кто-то решит купить себе такую же Так вот, один человек может эту машину разбить А другой поедет на ней в какое-нибудь красивое место Это очень похоже на нашу ситуацию Это продукт, который правительство и люди хотят держать под контролем Но нас это не устраивает Мы не согласны с системой, которая стремится все контролировать Понятно, что вы думаете о наркотиках Кажется, такая же позиция у Nine Nationals Думаю, сейчас мы как раз можем посмотреть их видео Это Perfect Drug В Perfect Drug они рассказывают об алкогольном напитке И это на самом деле убойная вещь, это абсент Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы подходим уже практически к финалу Я хочу поблагодарить вас за этот интересный разговор И объяснение того, что раньше могло казаться нам таинственным и мрачным И, конечно, желаю вам концерта удачного Что касается таинственного, то всегда остается что-то не поддающееся объяснению Думаю, что идеальным итогом этой дискуссии станет ваше видео, которое мы сейчас посмотрим Какое видео вы выберете из собственных? Что мы выберем Love Secret Domain? Да, Love Secret Domain У вас есть? Я думаю, у вас есть Love Secret Domain? Это то, что ваши фаны прозвали ЛСД? Да, точно Ну, это, кстати, случайность Да, ну, конечно Хочешь, чтобы мы немного рассказали об этом видео? Да Это видео снималось в маленьком клубе в центре Бангкока в 92-м году Думаю, для того времени это было достаточно шокирующе Да, в нем принимали участие 50 юношей, все, совершенно летние, хотя выглядели они гораздо моложе Да, они всегда моложе выглядят Да, это специфика Таиланда Эти парни, танцевавшие видео, хотели выступать абсолютно голыми Потому что обычно они работают голыми, но мы им не разрешили, потому что в этом случае видео на MTV точно бы не показали Мы пошли на компромисс, и сейчас вы увидите, какой В общем, это видео не было запрещено? Нет Ну, хоть и так Но его очень редко показывают, вот такое к нему отношение Окей, эксклюзивная клип группы Койл прямо сейчас С таким двусмысленным названием Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok